МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас замечательное время, правда? И вчера было открытие чудесное. Кто был вчера? Помашите рукой. О, очень много людей было из присутствующих. И мы очень счастливы иметь такую гостю замечательную, Надежду Телепову. Давайте тот, кто счастлив за это, возблагодарим Бога за нее. Было вчера мощное начало, правда? И просто предвкушение замечательное, что Бог приготовил за эти два дня еще очень много для нас. Поэтому ободряю вас не пропускать собраний, ни одного собрания. Можно, конечно, потом посмотреть в записи, но важно быть в процессе, важно быть вот здесь. Дела, они, знаете, никогда не кончатся. Ну, никогда их не переделать. Поэтому нужно вот отложить все в сторону и быть здесь, дорогие мои сестры. И я сегодня начну свою тему «Невидимые сокровища» со сказок. Ну, не переживайте, мы до Святого Писания тоже дойдем. Начну немножко издалека. Вот сказки, да? Какая основная тема в сказках? Вот вспомните вообще любую какую-то сказку. Можете прям вслух даже называть. Давайте, утренняя гимнастика для мозга. Добро побеждать, да? Ну, это как бы уже итог. А вот тема, по которой идет развитие обычно сюжета, она... Любовь? Не знаю, да, любовь. Там с любовью так, по-разному. Вот вы прям глубокомысленно как отвечаете. Воспитание там, ну... Я понимаю, что сказки — это не просто какая-то развлекаловка, да? Сказки — это вообще серьезная вещь. Это такой архетип народного мышления. То есть как бы то, что вот люди больше всего хотят. И эти характеры, эти вот... Прямо основа основ вот такого народного мышления. И в этом плане вы правы. Они и воспитывают, они и о добре говорят. Но вот сам сюжет-то, то, что на поверхности. Это, знаете, люди чего-то ищут все время там. Поиск вот этих вот каких-то сокровищ. Вот какой не возьми там, не знаю, сказку. Конек-горбунок. Что там еще? Поиск, ну, счастье. Ну, счастье — это тоже как сокровище некоторое. Вот наши русские народные сказки. Иван-царевич без конца там честными и нечестными путями что-то добывает. Вот такое вот ценное. И в любые истории, даже вот те, которые писали писатели, там Томас Сойер, там вокруг все кладов крутится. Остров сокровищ. То есть мы очень много знаем таких вот историй, да? И не просто так это происходит. Золотой ключик, да? Золотой ключик. Там Буратино уже, вы же помните, что он ищет? Но интересно, что про образ этой сказки Пиноккио. Там этот деревянный мальчик ищет другие вещи. Он ищет там самое главное сокровище — вот стать человеком. А чтобы стать человеком, ему нужно найти честность, заботу о других, милосердие. Вот такие вещи он ищет. Но в итоге все чего-то ищут. И не просто так это отражается вот в этих всех сказках и литературных произведениях. Потому что это жизнь наша так устроена. Вот ладно сказки, это уже что-то такое старое. Что-то такое очень давнишнее. Посмотрите на современность. Посмотрите на те же компьютерные игры. Они на чем основаны? Опять бежит этот человечек, и что-то там через препятствия, ну без конца какие-то ищет сокровища. По пути что-то хватает. Или вот эти новомодные игры, квесты, которые любят дети, да, очень любят. То та же самая история. То есть бегут через препятствия, им нужно что-то найти. Что-то важное, что-то обрести. То есть мы видим во все времена, это какая-то универсальная потребность человека найти и овладеть чем-то ценным. Ну, назовем это так условно сокровище. Вот говорит ли Библия о сокровище? Очень много. Подтверждение того, что это реально важная тема, такая универсальная для всех людей, это то, что в Библии прямо очень много говорится о сокровищах. И, конечно, мы будем сегодня вот об этом читать в Библии. Ну, я считаю, что вот найти и овладеть вот этим сокровищем, это какая-то программа, вложенная в человека Богом. И даже больше скажу, что мне кажется, что наша жизнь устроена как вот такой квест, как игра. Это неплохое такое стремление найти вот это сокровище. Это то, что у нас заложил Бог. Ведь Библия говорит, жизнь — это путь, прежде всего путь. А путь — это всегда что? Нелегко. Вот кто-нибудь в поход ходил хоть раз в жизни, да, вы помните, что просто чтобы идти, это уже тяжело. Вот не сесть на машину или там на лодку, или на какого-то коня, а вот просто пешком. Ну, даже на коне и на лодке это тоже сложно достаточно. Вот двигаться уже тяжело. А когда еще на тебе рюкзак? А когда еще в гору подъем? Или погода испортилась? Короче, есть препятствия, есть еще прям дополнительные трудности. Вот это же самое мы видим и в жизни. То есть иногда нам вообще всегда достаточно трудно, иногда нам вообще нелегко, иногда просто опасно, и еще мы должны что-то найти. А вот что найти? Вот это как-то тоже не совсем понятно. И давайте сейчас посмотрим, что ищут обычно люди вот в этом мире. Давайте вот первую картинку, которую я такую схему для вас приготовила. и вы видите, что внутри вот этот кружок, это наше сердце, это как бы наше внутреннее сокровище, наша ценность внутренняя, я бы вот так ее еще назвала. И вот посмотрите, какие вещи подпитывают нашу внутреннюю ценность. Ну, во-первых, деньги. Деньги и материальное вот это благосостояние. Это очень важно для людей современного мира. Интеллектуальные знания, да? Физическая красота. И также вот я это назвала счастливые отношения. Ну, то есть отношения не обязательно семейные, но какие, которые дают нам какую-то внутреннюю подпитку, когда вот нас любят. И вот когда у нас это есть, чем больше мы как бы этого набираем, тем больше вот этот внутренний кружок нашей внутренней ценности. Ну, как вот примерно в коньке-горбунке. Если ты смог, значит, получить, заполучить жар-птицу, перстень там со дня моря, чудо-девицу, то ты достоин стать царем. То есть твой социальный статус очень сильно повышается. И таким образом вот как бы извне идет внутрь. Вот такие вот вещи, которые извне подпитывают нашу внутреннюю ценность. И сами по себе все эти вещи неплохие, правда? Ну, что плохого в финансовом благосостоянии, что плохого в физической красоте и так далее. Это все хорошие вещи. Одна проблема у них. Вот понимаете, они недолговечны. Они очень приходящие. И вот то, что мы видим, физическая красота, она, наверное, самая такая вот видимая. Видимая то, что она может просто исчезнуть. Она совершенно не твердая такая валюта. Это то, что покидает нас достаточно быстро. И только при каком-то особом отношении, при особых усилиях мы можем еще замедлить процесс старения. Но все равно он идет потихоньку, и ничего с этим не сделаешь. То есть физическая красота не может долго подпитывать вот этот центральный кружок. Дальше возьмем деньги. Библия говорит, богатство, оно сделает себе крылья и улетит. То есть вот нельзя на него надеяться, просто никак. Берем отношения. Отношения вы все знаете, что они очень нестабильны. Тут поссорились, тут поругались, тут, не дай бог, развелись. Или вообще кто-то умер. И вот отношения, они постоянно претерпевают изменения. Все меняется, отношения меняются очень сильно. Вот самое, наверное, такое прочное из этого всего, это вот интеллектуальный интеллект, знания, вот все вот это. То, что мы набираем в течение жизни, ну как это мы можем потерять? А вот можем. Знаете, недавно я посмотрела такой фильм, тоже вам советую, называется «Все еще Элис». И там была женщина, которая была знаменитым профессором лингвистики. Очень умная, очень востребованная, успешная. Еще она была и достаточно такая красивая, спортивная. У нее был муж, трое взрослых детей. Вот прекрасная вообще жизнь. Знаете, вдруг она начала на лекциях, а ее приглашали в разные страны проповедовать. Забывать слова. Вот раз и забудет. Бывает, конечно, у нас у всех такое, правда? Ну вот забыл слово и стоишь, вот и не можешь никак вспомнить. Потом раз, вспомнишь. Но здесь было что-то вот тревожище ее. И она пошла к врачу, и оказалось очень неутешительный диагноз. Вот ранее Альцгеймер. И вот эта женщина, знаете, как вот на полном ходу поезд в стену вдруг уперся. Дальше пути нет. Вот эта болезнь, она забрала у нее все. Причем очень быстро. Какие-то там, не знаю, несколько месяцев она забыла уже практически все. И она вот ничего с этим сделать процессом не смогла. Потому что это вот мозговые вот эти дела. И все вот эти сокровища, которые она набрала в течение жизни, они вот исчезли, вот так, как песок сквозь пальцы. И она потеряла, естественно, сразу работу. Она потеряла вот этот социальный статус. Муж потерял к ней интерес, соответственно. Вот все ее друзья, о чем им было с ней уже разговаривать. Друзья ушли. И только одна дочь вот этих взрослых детей, у детей там была своя жизнь, вот одна дочь, с которой как раз у нее были не очень-то и отношения хорошие, когда она была здорова. Ну все, ей было некогда. И вот она сказала, а я буду с мамой. Вот как бы до самого вот конца. И вот уже последние кадры там, через сколько-то уже время прошло, она уже не то что не могла как бы вспомнить слова, она даже говорить уже почти не могла. Понимаете? Вот такой был быстрый и разрушительный процесс в мозгу. И вот эта дочь-то с ней разговаривает и говорит, ну, мама, ну, ну что же самое важное-то? И она так, ну, искаженными, так как говорит, любовь. Вот через это она познала, что не вот этими вещами, которые снаружи идут, да, держатся наша жизнь, но что самое главное – это вот то, что внутри. И вот к этому осознанию люди приходят либо через веру, либо через вот какие-то такие потрясения. И хорошо, если вообще приходят. Ну вот верующие должны же отличаться, да, от людей этого мира. Вот как Иисус сказал, да, мы там, ну, нам нужно заботиться, ну, нам нужно что-то есть, что-то пить, во что-то одеваться. Он говорит, ну, этого язычники ищут, вот эти благосостояния, вот чтобы у меня всё было классно, чтобы я там, не знаю, была красивая, хорошо выглядела, модная одежда. Вот этого ведь всего ищут мирские люди. И это всё нам нужно. Но Иисус говорит, вот не об этом заботьтесь. Давайте посмотрим, о чём должны заботиться верующие люди. Давайте вторую схему. Вторая схема, видите, она по-другому уже расположена. Вот это внутреннее наше, как бы, пространство нашего сердца, оно большое. Оно большое, потому что оно и есть самое важное. И что в этом вот кружке там мы видим, да, какие-то наши сокровища. Вот, познание Божьей славы, мудрость, знания. Вот, посмотрите, я вас попрошу открыть или посмотрите на проекторе, можно место дать писание, из Исаии, 33 глава, 6 стих. Я прочитаю по современному переводу, что Он, Господь, станет надёжной защитой в жизни Твоей. Мудрость и знания, мудрость и знания, они, это сокровище спасения. Страх пред Господом, вот в чём сокрыто оно. И вот здесь вот в синодальном переводе написано, что вот сокровищница, да, сокровищница, вот откуда мы черпаем мудрость и знания. Вот сокровище нашего сердца. И вот, а можно опять вернуться к схеме? То есть, можно сказать, что это какая-то абстракция. Вот вы скажете, ну, какая-то такая вещь, вот не совсем тоже понятная, где её брать. Ты вот, Диана, научи нас, как вот то из первой схемы получить. Мы будем рады. Я вам скажу, это вот не абстракция совсем. Просто это не так легко нам даётся. Не так, может быть, это как-то легко приходит к нам. И вот уже когда мы получаем сердце, которое познало Господа, познало Божью любовь, познало Его славу, вот тогда изнутри у нас начинают выходить вот эти очень ценные вещи. То есть, наше взаимодействие с миром, оно изнутри к наружу, а не наоборот. Не мы подпитываемся оттуда, а они, вот внешний мир подпитывается через нас. И вот смотрите, значит, тогда вот из этого сердца и проистекает красота, красота, которая может быть не внешней, но внутренней. И тогда реки воды живой, реки воды живой, это вот что такое? Библия говорит, что потекут из чрева у тебя реки воды живой. Я думаю, что это энергия Божьей любви, которая вот дает нам силы служить людям, быть свидетелем нашего Господа, проповедовать, служить, помогать людям. Вот это все идет от того, что в нашем сердце есть Божья любовь. И если ты, например, жена, то кому прежде всего ты должна служить? Кому? Мужу должна служить прежде всего. Знаете, я думаю, это такая первостепенная задача жены. И вот многие говорят, ну мужчина тоже должен служить своей жене. он должен, он должен, конечно, но, как вот я вижу эту картину, я думаю, служение жены, оно первостепенно. Вот недаром Библия называет наш, наш вот, нас женщин, водоем, или как бассейн, то есть пей воду из своего водоема, да, мужчине говорится. Вот мы водоем, и в нашем вот этом бассейне всегда должна быть вода. Вот когда мужчина подходит к нашему бассейну, то он должен напиться, и когда он напьется, он уже такой, и он уже готов делать разные дела, и он готов тебе же и служить. Дорогая женщина, которая дала ему вот эту вот энергию, вот эту вот воду живую, напоила его своей любовью, своим служением, потом это все он возвращает тебе. Но если в этом бассейне пусто, вот если тебе не до этого, у тебя нет энергии, ты говоришь, а мне это что? И вот муж с женой начинают обвинять друг друга, он говорит, она вот то, а он то, и вот они друг друга без конца обвиняют в том, что они друг другу ничего не дают. Если вот женщина вначале не дает вот этой живой воды, муж, то он сникает, он ничего это уже дать не может. И в итоге, где находит он это все? В другом месте. Поэтому, сестры дорогие, вот будьте колодцами с живой водой, будьте такими водоемами, бассейнами, как хотите это называйте, но это очень важно. И вот преуспевание, смотрите, здесь такая картинка, как будто карьерист такой, лезет по лестнице, картинка такая, несмотря ни на что. на самом деле, это то преуспевание, о котором говорится, преуспевай, как преуспевает душа твоя. То есть, сначала вот этот порядок в сердце мы наводим, внутри себя, потом у нас порядок в жизни происходит. Потом у нас наступает вот это процветание, преуспевание, но в начале сердца. И помощь людям. Посмотрите, еще одно местописание замечательное. Первое Тимофею 6, 17. 17 по 19. Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения. Чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, добрые основания для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. Значит, делая вот эти добрые дела, служа людям, мы с одной стороны подпитываем наши, собираем еще сокровища, подпитываем наши внутренние сокровища, с другой стороны, мы не можем бескорыстно служить людям, если в нашем сердце нет изначально вот этой Божьей любви. Ну вот такая вот у меня картина сложилась, что у нас все самое главное внутри. Мы, слава Богу, не зависим от внешних обстоятельств, от изменений в этих обстоятельствах, от разрушения чего-то там, да? Пусть в нашей жизни что-то меняется, хижина наша написана, ветхая, ветшает, ничего страшного. У нас есть вот это твердое основание, которое не разрушится вовеки, да? То есть, которое вот именно основание, и мы с этим твердым основанием достигнем будущей вечной жизни. И так получается главное сокровище внутри нас. Вау, как бы здорово! Это просто замечательно! Это что может означать? А то, что никуда идти не надо. А куда ты пойдешь, когда у тебя все уже при себе? Спасение в кармане. Все, можно расслабиться, сесть спокойненько и пить чай там до конца жизни. Ну вот, так не получается. По законам игры сокровище это спрятано. Даже внутри себя мы должны его отыскать. И вот, когда верующие, знаете, только, только приходит к Господу, вы же помните себя, да? Помните, как вы пришли к Господу? Сколько бы лет назад это не случилось, я думаю, каждый это помнит. Вот, мы приходим к Богу, нас учат вот этим вещам, что внутри там вещи, вот это надо искать славу Божию, надо искать присутствие Божьего, надо вот искать страх Господень. И ты так полон вот первой любви, полон энтузиазма. Такой, да, я найду. Я не буду больше как язычники там бегать, все время свое тратить на то, что поесть, что попить, во что одеться. Да, я найду. И вот так вот время проходит и смотришь, энтузиазм поубавился, потому что не хватило человеку упорства дойти в этом до конца, вот как будто, знаете, нет каких-то явных результатов. И человек тогда говорит, ну как-то это не очень-то все понятно, как-то не очень это работает, ну пойду искать того же самого. и опять идет в карьеру, в зарабатывание денег, в какие-то вещи, которые вот именно опять внешние. И я думаю, что чтобы нас такое не постигло, такой вот, нужно проводить копательную работу. Вот просто такую, знаете, по-другому ее не назовешь, копательную. Вот у кого есть сад-огород? Кто-нибудь когда-нибудь землю копал? И это одно из самых таких неинтересных занятий в жизни. То есть вот землю копать, это просто вот как бы ну это кропотливая, тяжелая, неинтересная работа. И она не приносит никакого удовольствия. Зато потом ты там либо камни находишь ценные, либо ты там выращиваешь какие-то прекрасные плоды. Вот и ты понимаешь, что пока ты не вскопаешь вот это все тщательно, терпеливо, не внесешь туда вот эти удобрения, вот ничего не получится, да? Или там камни эти ищут, геологи, это очень такой процесс трудоемкий. Но при этом есть какие-то потом вот плоды. И мы также должны вскапывать писание, искать там что-то, постоянно в этом пребывать, не успокаиваться. Если у тебя давно нет откровений, или если ты охладел, если у тебя уже заботы вообще закрыли весь твой горизонт, тебе просто столько у тебя дел в жизни, что ты не можешь никакого найти свободного времени для этого, значит, друг мой, это не писание откудело откровениями, это ты разленилась, дорогая сестра, ты разленилась, и тебе не захотелось копать эту землю, потому что это на самом деле достаточно тяжелый труд, но благодарный. И вот я хочу вам сейчас рассказать о своей личной находке, о том, что я недавно просто на самом деле получила как откровение, получила как драгоценность. Это местописание для меня стало просто глотком свежего воздуха, живой водой. Я говорю о 2 Коринфине 4 главе, вот сейчас сначала вам читаю 6 стих. Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. И дальше я буду читать по современному переводу, потому что тут ясный очень смысл. Вот смотрите, дальше, 7 стих. Мы же всего лишь глиняные сосуды, в которых хранится такое сокровище. Вот какое сокровище? А вот это вот, когда ты познаешь Божью славу. Вот наше главное сокровище. Понимаете, у нас сокровище ассоциируется с чем-то таким конкретным. Материальные ценности, деньги, какие-то достижения. А здесь вот такое чудное сокровище это познание Божьей славы. То есть, по сути, это познание самого Бога, познание Иисуса Христа. И поэтому, так как это в длиненном сосуде, поэтому очевидно, что эта безмерная сила исходит от Бога, а не от нас. Вот скажите, пожалуйста, если бы у вас было сокровище, я понимаю, что, ну вот такое зримое, я понимаю, что это нереально получить такое сокровище в обычной жизни. Ну вот представьте, что вы получили громадный драгоценный камень, какую-нибудь музейную редкость, какой-нибудь вот 60 килограмм там изумруд с каким-то личным его названием. У великих драгоценностей есть прям свои личные названия. И вот вы владелец вдруг стали этого вот прекрасного такого чуда природы, можно сказать. Куда бы вы его поместили? Вот чтобы оно сохранилось. Вот куда вы его поместили бы? В глиняную какую-то вазу или в стейп суперсовременный с полной защитой, с кодами и со всем, чем можно, с видеонаблюдениями. Куда бы вы его поместили? Конечно, вы бы постарались, чтобы ему была обеспечена максимальная безопасность. А Бог что делает? Он берет вот это величайшее сокровище своего сына и помещает его в нас. И вот этот образ глиняный сосуд мне кажется ну просто как нельзя лучше описывает человека. Он какой прежде всего ненадежный. Ненадежный у нас с вами ни тела, ни психика. Мы просто можем в любой момент подвести. Вы сами знаете, что такое человек. Глиняный сосуд. И Господь по своей великой милости берет и вот это величайшее сокровище доверяет именно нам. И в этом его величайшая к нам милость. Просто подумайте сейчас каждый о себе. Да, я глиняный сосуд. Я могу себя украсить как-то внешне. Я могу расписать себя красками и какими-то художественными и украсить себя драгоценными камнями. но материал из которого я сделала вот здесь сейчас мое тело моя душа это все перст земная это глина и вот самое что есть во мне ценное это вот и есть то что внутри да то что внутри это вот познание Божьей славы то есть Иисус Христос и после этого после того как мы таки получили это сокровище открыли его внутри себя познали Божьи славу казалось бы у нас все должно стать просто супер мы просто должны быть уже непрерывно счастливы и непрерывно благословлены ну кто за такое положение дел да это было бы здорово все бы тогда захотели сразу быть верующими но вот почитаем дальше посмотрите 8 стих того же самого второго послания коринфянам 4 глава нас стеснят со всех сторон это Павел пишет про свою жизнь но мы не загнаны в угол мы в отчаянном положении но не в отчаянии нас преследуют но мы не брошены на произвол судьбы мы сбиты с ног но не уничтожены но как же так мы же познали Божью славу почему тогда в нашей жизни вот такие вот ситуации когда мы сбиты с ног когда мы в отчаянии когда нас кто-то обманул когда нас кто-то предал когда мы заболели вот всего этого предостаточно в нашей жизни правда и посмотрите те кто познали что Господь есть Бог те кто познали Его славу те как-то реагируют странно на вот эти вещи которые случаются по сути со всеми но реакция вот верующих людей ну она неадекватная прямо скажем вот теснят нас но мы не загнаны в угол в отчаянном положении но не в отчаянии но не отчаиваемся мы сбиты с ног у нас нельзя уничтожить у нас преследуют а мы не брошены на произвол судьбы это как может быть это Павел просто был такой духовный гигант что он вот мог так но он говорит мы значит верующие значит и мы с вами так можем и вот тут я думаю что вот это вот видение жизни как игры немножко оно вот тут как раз объясняет многое вот вы когда-нибудь играли в настольные игры ну играли все же ну вот скажем игра монополия когда ты там сидишь карточки ты там покупаешь заводы пароходы у тебя там так деньги потом раз все теряешь ты вот хватаешь ты конечно когда ты в игре ты так переживаешь нервничаешь тебе кажется ну важно выиграть ой у меня тут ой я тут все потерял я обанкротился ну где-то же в глубине души ты же понимаешь что это игра и когда-то ты все равно очнешься некоторые люди очень сильно вовлекаются они так нервничают что прям страшно за них когда играют но потом приходит все равно какое-то время когда они ну все сложили все в коробку заводы пароходы и все было не настоящее до свидания мы пошли и вот в жизни конечно я понимаю что здесь все серьезно но те кто знают что мы не брошены на произвол судьбы в любом случае мы вот они не могут вовлечься в эту жизненную игру целиком где-то всегда есть такое внутри измерение вот этого мира и покоя потому что ты знаешь бог какой верный а еще какой добрый и вот посмотрите в этом же в этом же самом месте писания чуть попозже в 15 в 15 главе написано ведь все это делается ради вас чтобы божья доброта умножаясь достигла множества сердец и хлынула из них потоком благодарности во славу Бога вот почему мы не падаем духом даже если наша внешняя оболочка ветшает то наша внутренняя сущность обновляется с каждым днем страдания наши легкие мимолетные а приносят они нам огромную полновесную вечную славу которая многократно перевешивает страдания и мы устремляем взор не на видимое а на невидимое ведь видимое временно а невидимое вечно вот Бог добрый правда ты вот понимаешь что бы с тобой не случилось какие бы ни были испытания но он тебя не оставит и даже если будет смерть верующие люди они даже смерти не должны бояться это в этом же вот отрывке просто почитайте потом сами внимательно даже смерти мы не боимся даже если все дойдет до того что мы умрем мы умрем вот и все и пойдем куда опять же к нашему благому верному Богу поэтому нам нечего бояться если у вас вот драма в жизни если у вас настолько происходит вовлечение вот в эти вещи которые с вами происходят значит вы ну не укоренены в сердце не укоренены вот в этом познании Божьем значит вы забыли что в вашей хрупкой глиняной оболочке находится настоящее сокровище это сокровище это нас и защищает от всего какие бы там перипетии не были в этой жизненной игре о том все будет замечательно меня это очень вдохновляет почему же тогда вот вопрос Бог добрый но почему же мы так страдаем потому что дорогие эти страдания нам нужны не радуется Бог мучая нас специально но Он просто понимает что мы без этих страданий не получим вот эту славу не получим вот эту вечное блаженство как это устроено я не понимаю но я верой это принимаю что да мне нужны вот эти страдания Бог в своей доброте делает их легкими и такими какие я могу перенести но потом я получаю безмерно больше вот этой славы и вот этой того вот этого сокровища но сначала мне нужно пройти вот этот процесс поэтому давайте примем это верой просто потом поймем и вот смотрите значит мы находим сокровище внутри себя принимаем это верой и я вам уже говорила что путешествие наше продолжается нам надо познать сокровище чтобы наш дух принес плод и вот теперь я сейчас возьму тут свой реквизит что это за загадочный предмет итак посмотрите вот они наши прекрасные внутренние плоды духа или сокровища как хотите их назовите вера любовь доброта радость мир долготерпение ну тут такой порядок вольный там еще самоконтроль да воздержание такие вещи будто что влезло как бы это такая замечательная светлая сторона христианской жизни и хорошо когда это для нас не абстракция а прямо реалии нашей жизни но как вот мы сейчас у Павла прочитали что тут есть и вторая сторона никто нас вот от этого не избавил пока мы здесь на земле и модификации тоже вот этой стороны бесконечны вина страдания боль страх и дальше по списку да все что с нами происходит очень часто как будто вы понимаете две стороны вот есть хорошая сторона а есть плохая и мы достаточно четко способны их разделить но вот я не зря их знаете нацепила на манекен вот это как бы вот одно же правда вот это все одно ну нет никакой хорошей и плохой стороны все это две стороны одного и того же а это одно и то же называется реальность жизнь и это в нашем понимании это плохое и хорошее на самом деле это ну просто как вот стоит например вещь да какая-то если свет падает откуда-то то всегда одна сторона будет вот светлая другая темная вот и все они друг без друга совершенно не могут и так и мы тоже вот нуждаемся в них обоих вот как мы сейчас читали для чего нам нужно страдание для того чтобы божья слава умножалась в нашей жизни и еще для того чтобы мы познали себя потому что без вот этих потрясений встрясок разных негативных вещей мы себя даже часто и не знаем как мы реагируем что-то из нас такое вылазит периодически и также это рост понимаете не будь вот этого вот постоянного стимула к росту в виде вот всех этих вещей которые надо преодолеть да мы бы сидели спокойно и ничего мы не делали с собой все бы у нас было окей но Господь нас в покое не оставляет и периодически каждая из нас попадает вот на эту на эту сторону ну я не назову ее темной она просто ну вот просто такая сторона первая вторая не знаю как хотите называйте нету между ними разницы это это иллюзия что это две стороны это одно и то же так вот смотрите когда мы попадаем вот сюда я вам расскажу про свой очень-очень болезненный опыт ну чтобы вы знали что это на самом деле случается испытание с каждым человеком я хочу вам рассказать как когда мы только стали верующими поженились все это стало все это было в один и тот же временной период мы вот начали церковь были буквально Виктор два года верующие я один год верующая а мы уже начали церковь поженились вот все в одно время или у нас родился первый ребенок и он прожил всего полтора месяца потому что у него был сепсис и он в общем не смог справиться с этой ужасной инфекцией хотя вот он из своей жизни из этих полутора месяцев всего месяц всего неделю был дома и месяц в реанимации он боролся и знаете пока месяц в реанимации я естественно лежу в больнице бегаю без конца в реанимацию ношу молоко и пока вот я там бегала по этим днем и ночью по этим ледяным коридорам больницы там было очень далеко я вот очень хорошо помню это все и ко мне прозвучал голос Божий в сердце ты будешь благословлена в детях тебя будет много детей и это будут благословенные дети все окей господь значит у меня есть обетование этот ребенок будет здоров он выздоровеет несмотря на то что там ужасные всякие прогнозы все будет хорошо все молятся церковь молодая но очень горячая все молятся постятся и вот такая происходит ну вещь что он уходит с этой земли его забирает господь и врачи тогда говорят мне это вы все виноваты это ваша внутриутробная инфекция и все дети которые у вас родятся они будут заражены вот этой инфекцией и будет ровно так все как можно такое сказать вот женщине которая вообще еще после родовой депрессии еще потеряла ребенка и вот они вот так мне просто сказали и по сути можно было на этом прекращать попытки уже получить какое-то здоровое потомство потому что проходить снова через этот кошмар вообще не хотелось понимаете вот 31 год прошел с тех пор а я все еще помню как будто знаете как будто мне отпечаталось это в мозг очень глубоко я помню вот это состояние такой потерянности полной такой безнадежности такой обиды на Бога потому что мы ведь все это делали как верующие понимаете мы все сделали правильно мы постились молились исповедовали вот все какие только были у нас вот эти инструменты мы все их применили ничего не сработало и вот я помню такую ночь в душе которая была просто она не проходила вот наступает день а у меня все как будто ночь вот темнота перед моими внутренними глазами была темнота с Богом мы быстро наладили отношения я помню когда я ну как-то молилась там со слезами что как же так Господь как ты это вообще допустил ведь мы же служили тебе мы же ну семья пастора мы должны быть примером почему же так получилось что вот мы попали в такую вот в такую вот яму и Господь сказал я не оставлял тебя я страдал вместе с тобой и вот это вот слово оно было мне великим утешением я поняла что Господь когда мы проходим вот эти долины смертной тени он с нами идет и он страдает потому что он нас любит потому что он нас жалеет ну а потом потихоньку и все вот это вот вся эта тьма она ушла потому что Господь благ время залечивает вот эти все раны и что что мы сделали тогда знаете ну нам же сказали врачи что бесполезно пытаться что вот все дети которые родятся будут уже изначально вот такие больные а мы просто взяли и вот так сознательно повернули вот этой стороны и на встали на этом обетовании Господь сказал у вас будет много детей и ты будешь благословенна в детях все страх как был страх был большой перед второй беременностью что все это повторится но мы вот сделали это мы не испугались мы и мы на самом деле все три девочки родились у нас здоровыми а потом как говорится как совсем сюрприз от Бога родился еще Женя тоже здоровый слава Богу вот какой урок я из этого извлекала и нужно ли было нам тогда пройти через вот это да если вот обернуться назад и посмотреть в ретроспективе конечно нужно было понимаете мы были молодые такие максималисты верующие всех учили там все ведь знали в тот момент но сострадание к людям и понимание что все может реально пойти не так у нас было маловато вообще не было вот когда мы сами прошли через вот такое горнило мы мы получили это сострадание мы на всю жизнь запомнили как это больно когда ты в горе а тебя еще поучают а тебя еще словами из писания как-то вот знаете там а вот вы вот не так сделали и что какое-то местописание тебе ну спасибо вот мы поняли вот каково это переживать горе и ну как важно при этом ну какое-то людское участие участие братьев сестер и когда вы попадаете а все мы попадаем это неизбежно когда мы попадаем такие на эту сторону что мы должны делать дорогие надо себе дать время прожить вот это горе свое или какие-то там не знаю нет когда мы попадаем вот на вот эту сторону на плавну на темную условно говоря вот как прожить горе это вас Надежда Николаевна научит она вот лучше скажет все она проникла в тайны человеческой психики и она это все может как-то сказать все но я вам скажу вот что когда вы дали себе время вот погоревать поплакать дальше нужно выбираться выбираться из этого состояния есть очень много женщин которые любят застрять вот здесь застрять и они без конца лелеют свою боль они без конца говорят все я такая несчастная мне не повезло я вот пережила такие вещи и ну никогда я больше уже не буду счастливой я буду всегда несчастной им просто нравится вот это вот свои раны раскорябывать им просто некоторые по жизни вот на этой стороне живут я вот вас хочу сестры вдохновить пожалуйста выберитесь оттуда есть вот вот это вот я говорю что это все нужно нужно вот это вот темные все вещи тяжелые болезненные но смотреть сознательно мы должны вот сюда чтобы как говорит писание не падать духом кто хочет не падать духом слава богу все хотят не падать духом да еще павел пишет в каком-то месте а мы отважны духом мы отважны духом и значит мы поворачиваем нашу действительность к себе вот этими вот вещами и живем свою прекрасную жизнь и последнее что я вам расскажу это будет история про одну замечательную женщину которая жила правда в 19 веке ну не могу я без какого-то исторического примера это прекрасная уникальная совершенно личность ее звали Елена Келлер слышали про такую кто-нибудь слышал да это очень известная христианская такая потрясающая женщина и вот вот уж кому не повезло так это ей она родилась в прекрасной семье которая имела финансовый достаток у них был там свой дом ферма животные сад ну замечательно все было и девочка вот эта родилась совершенно здоровой она уже говорить даже начала ей было год и восемь месяцев такая была прямо живая и видно было что способная и вы знаете год и восемь месяцев она заболела заболела воспаление мозга у ней было и желудка одновременно и конечно медицина была еще на том уровне что сейчас она просто была на грани жизни и смерти ну выжила но осталась слепой и глухой а если слепой и глухой значит и говорить она уже не могла так как она еще была в таком несознательном возрасте она и не помнила сильно что там было до того как понимаете как она вот ослепла и оглохла то есть эту девочку просто окружил мрак вот стопроцентный она не могла общаться она не могла взаимодействовать с миром она могла только ощупывать все вот она ощупывала это все но что это такое она не назвать не понять не могла и вот этот вот эта ее жизнь с такими с такими ограничениями она плохо сказалась на ее психике энергии у нее было много что вот такой был живой ребенок а выхода не было и она стала очень капризная очень нервная всех изводила то есть они уже не знали что с ней делать и вот Господь просто помог он послал в их семью прекрасную талантливую учительницу которая тоже была там с плохим слабым зрением она знала вот каково это вот таким детям и она закончила специальный институт ее звали Анна Салливан она пришла к ним в дом и просто поселилась там решила вот помочь этой девочке и как она с ней взаимодействовала она в ее руке набивала слова каким-то образом ну типа вы знаете этот язык-то в общем девочка-то не знала этого языка она никак это невозможно было до нее донести но один раз произошло чудо она просто играла там во дворе с водой а вот вода была всегда любимой ее любимой ее такой вещью она очень любила воду с детства и когда она еще до болезни она научилась говорить слово вода и вы знаете она играла с этой водой в это время Анна Салливан нажала в ее руке буквы вот эти вода и вдруг вот до Елены дошло вот это самое вот мокрое такое прекрасное называется вода для нас это легко потому что мы можем сразу видеть слышать слышать ощущать а для нее это было откровение это вот как раз тот стих смотрите из 2 Коринфян Бог повелевший из тьмы воссиять свету озарил наши сердца и как будто вот это озарение произошло в ее сердце то есть она поняла простую вещь есть вот явление и есть название этого явления и все с этого момента включился какой-то процесс она начала просто в огромных огромными семимильными шагами развиваться она вот все щупала все называла все и знаете этот процесс привел к тому что эта девочка она научилась читать писать говорить с большим трудом она закончила колледж причем совершенно нормальный колледж ни с какими не с ограничениями просто настоящий колледж с огромным трудом но она сделала это и она стала оратором по всему миру стала ездить стала общественным деятелем боролась за права вот людей с ограниченной ответственностью тогда это все как-то было еще не развито вот она первая начала у нее была своя цель свое призвание и так же точно она познала Бога понимаете вот через через какие-то вот вещи она познала это Божье откровение через любовь она познала Бога ей сказали что любовь это и есть Бог и она воспринимала любовь вот так вот, буквально, вот через любовь она познала Бога. И это окончательно рассеяло мрак, в котором она находилась. Понимаете, вот если взять ситуацию максимально неудачную, так это вот была её ситуация. Тем не менее она смогла прожить полноценную, чудесную жизнь. Подумайте о своей ситуации. Можете ли вы из своей жизни, вот имея вот это сокровище внутри, сотворить что-то прекрасное? Если у вас есть какие-то тормозящие вещи, ну, уберите их. Если вам что-то хочется изменить в своей жизни, меняйте. Главное, не сидите на месте. Главное, идите. Вы вот в этой самой игре, вам нужно найти что-то важное, ценное, прекрасное. Поделиться этим с другими. Не жалейте себя, не оплакивайте свою ужасную участь, а просто действуйте. И я вот на этом и хочу закончить. Я думаю, что как раз это начало. Мы пойдём дальше сегодня и на дневном собрании, и на вечернем. И завтра мы пойдём дальше в наше прекрасное путешествие. Давайте с вами помолимся. Вы можете сидеть, можете встать. Давайте молиться, открывать Господу наши сердца. Аллилуйя, Господь! Да будет Тебе вся слава, Господь. Мы перед Тобой открыты, Боже. Ты видишь, Господь, наши сердца. Что у нас есть светлого, что тёмного? Где наши сожаления, Господь? Где наши неудачи? Где наши падения? Где какие-то случаи, от которых мы переживали горе, от которых мы были невиноваты? Где вещи, за которые мы чувствуем вину, Господь? Ты видишь все эти вещи, Господь. И Ты хочешь просто, чтобы свет воссиял в наших сердцах. И мы поняли, что всё это можно просто получить из этого урок и выбросить, и оставить то, что, Господь, мы хотим, вот Твоё сокровище, Господь. Оставить то, что вот это сияние Твоего сокровища в нашем сердце, Господь. Чтобы мы не переживали, что чего-то у нас нет, что что-то мы не достигли, что чего-то не получилось, где-то мы потерпели какую-то потерю, Боже. Ну, помоги нам, Господь, ни о чём не жалеть, потому что у нас есть самое главное, вот это твёрдое основание, благодаря которому мы можем достичь, Боже, будущей жизни. Аллилуйя! Да будет Тебе вся хвала и слава, наш Господь, Боже. Помоги нам осознать реальность этих сокровищ, помоги нам, чтобы это было для нас путеводным светом, Боже. Аллилуйя, Господь! Чтобы мы не просто жили по инерции нашу жизнь, но чтобы мы шли вперёд с таким увлечением, с интересом, чтобы мы были наполнены Твоей божественной энергией, любовью, и чтобы мы понимали, что всё это приведёт нас к прекрасному продолжению, то, что даже будет после этой жизни. Это будет продолжение этого путешествия. Аллилуйя! Вся хвала Тебе да будет и слава! Благодарим Тебя за всё, Господь, великий Бог! Аминь! Субтитры подогнал «Симон»!